Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax и в этот раз мы с вами поиграем в Crossfire на Xbox One. И перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также в комментариях написать, как вам эта игра. Погнали! Вообще, насколько я знаю, Crossfire это фритуплейный шутер и в данный момент он доступен пока что в бета-версии на Xbox One. Если вдруг кто-то не знал, то в эту игру можно было попробовать поиграть до 28 июня включительно, скачав ее через приложение Центр предварительной оценки. Просто входите в это приложение, вот оно, выбираете предварительный контент, просто его скачиваете и играете пока у вас есть время. По сути, все бетки именно в этом приложении, то есть вот контент предварительной оценки и вы должны были просто выбрать Crossfire Open Beta и присоединиться к бета-тестированию и скачать ее через магазин. Так, ну в общем, давайте попробуем поиграть в эту игру, посмотрим, что она из себя представляет. Что могу сказать? Мышка уже двигается где-то в 15 фпс и на самом деле это плохой знак. Плюс в голову то, что бета не переведена на русский язык. Давайте попробуем поиграть в какой-нибудь режим, типа вот, например, Modern. Я знаю этот режим, или Modern, не знаю. Насколько я знаю, данный режим не с одной жизнью, что очень хорошо и позволит нам немножко прочухать эту игру. На самом деле про Crossfire я ничего толком не слышал. Слышал лишь то, что она фри-то-плейная и видел анонс, так скажем, на XO 2019 от Microsoft. На самом деле не думаю, что эта игра какая-то будет просто сногсшибательная. И если она все-таки будет фри-то-плейная на Xbox, я думаю, что она будет на уровне Warface. Но позиционировать ее как игру, которая там, я не знаю, будет супер-пупер, я бы, наверное, не стал. В общем, сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Кстати, если вы вдруг успели поиграть в Crossfire, то напишите в комментариях, как вам. Опа-на, 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 опа-на. Так, так, ну у нас это начало. И по управлению, именно по чувствительности могу сказать так, что она до идеала не доведена. То есть вот если вот так вот поделать, ты понимаешь, что вот эти оси, они нормально отрегулированы. А вот что касаемо наискосок, такое себе. Так, ладно, пойдемте, кого-нибудь убьем, попробуем, как она в плане пинга. Вот, кстати, хорошо, что в этом шутере есть такая тема, как прицел, потому что, если бы здесь такого не было, то играть было бы намного сложнее. Так. Оп-оп-оп. Ого-го! Я даже кого-то убил, клево. Так, идем дальше. Так, здесь нужно по-любому захватить точки. Давайте ее захватим, попробуем. Так, подката, видимо, здесь нет. Ладно. Блин, как здесь стрелять вообще? Отлично. Ого! Я прям тащер пока что. Уверен, что здесь есть свои тащеры уже. Ого-го! Четверых убил, нифига себе! Красава! Блин. Ой-ой-ой, как лагнуло жестко, очень жестко лагнуло. Я даже не понял, что произошло. Но это нормально. Эта бетка, на это не обращаем внимания. А в плане графона, ну, она нормальная, но немножко мыльненькая. Это все, что могу пока сказать. То есть, как бы, ну, она играбельная, но не сказать, что она какая-то мега красивая или там мега восхитительная. Но пойдет. Опять же, для фри-то-плейной игры она, мне кажется, более чем... Опа! Это было легко. Ну, кто еще пойдет на папу джамбу? Ой, блин! Сейчас джамба себя убьет. О, отлично, офигеть. Я не думал, что в этой игре я буду как-то так вот убивать всех. Вот он. Бум. Отлично. Вообще, эта игра очень сильно похожа на КС. И управлением, и всем-всем-всем-всем. Да, по сути, это, наверное, аналог КС-очки. Если так, то не понимаю, почему нельзя выпустить, например, КС-Го на Xbox One. Не на Xbox 360, да, вот именно на Xbox One. Что, я практически без смерти, я даже офигеть. Так, так, так. Ну, у меня, наверное, хорошая команда, потому что они не подпускают вообще к точкам. Блин, вот попадать, конечно, сложно. Потому что чувствительность, она не доведена до идеала именно под геймпады. Если в этой игре есть поддержка клавиатуры и мышь, я думаю, что там играться она будет нормально. Отлично. Фух. Блин, у нас очень мало патрон. Походу, последняя бойма. Но мы, я думаю, справимся. Блин! Дигл! Да! Было чуть-чуть, было чуть-чуть. Вон, давайте попробуем. А, ладно, потом попробуем. Я хотел... А, нет. Сейчас попробуем. Да. Попробуем со снайпой поиграть. Может, что получится годное. Ого, попал? Я же не попал. Ну, вы поняли, да? Я на самом деле не попал, я это признаю, но... Я его убил. Вот, опять я, по-моему, не попал по нему, но я его убил. Вот сейчас я попал, и я его убил. Сейчас я вообще не понял, откуда. Так, а что здесь нужно сделать? О, вау! Вот это прикольно сделали. Я... Я даже не ожидал. Это, ну, действительно прикольно. Это, видимо, переход из зоны. Так, ребята, вперед-вперед! Нам нужно занимать! Ха-ха! Да! На самом деле, вот, чисто по случайке убиваю. Вот, я же говорю по случайке, потому что... Ну, потому что по случайке. Как у меня это получается? Я не знаю. Сколько я, интересно, убил даже. Интересно посмотреть на статистику. Ладно, давайте поиграем сейчас с Калашом. Но пока, на самом деле, мне очень везет. Потому что убиваю каким-то рандомным способом. Ну, знаете, автоим здесь чувствуется... Еее, бой! Автоим здесь чувствуется только тогда, когда вот ты прям чуть-чуть не довел до персонажа. Прям когда ты стреляешь, есть такое клевое ощущение, что ты действительно попал. Еее, бой! Я занял даже второе место! Прям, ну, чё, чё, скилл не пропьешь, наверное. Но, по первым впечатлениям, не скажу, что эта игра какая-то там невероятно топовая. Или в нее хотелось бы поиграть и тем более ее купить. Как бы фри-то-плейно, наверное, погонять, как в Warface, она сойдет. Давайте попробуем поиграть в еще один классический какой-то режим. Вот. И после этого, наверное, сделаем о ней какое-то мнение, какой-то итог. На самом деле, пока не знаю, что выберут школьники, Crossfire или Warface. Потому что, по сути, они очень похожи. Единственное, наверное, Warface выглядит чуть-четче, чем Crossfire. Единственное пока отличие какое-то глобальное. Так, в целом, это фри-то-плейно и это, и немножко изменяется. На самом деле, я не очень понимаю, как вот шутер в тематике современной войны может прям привлечь игроков. Что нужно сделать такого, чтобы я сказал, вот, это действительно та игра, в которую я хочу играть. На самом деле, вот, эталоны, просто эталонище шутера, это пока колда новая, Modern Warfare, которая вышла в 2019 году. Пока она для меня остается топовая, поскольку там сделано офигенно все. Визуальная часть, чувство оружия и все-все-все. То есть, в нее, как ни зайдешь, играть очень приятно. Да, она стоит денег, но она стоит того, чтобы ее купить. Да, там не очень компания, да, по своему смыслу, по своему наполнению. Но вот именно, что касаемо всякой вар-зоны, мультиплеера, она, вот, как по мне, эта вышка. Если кто-то согласен, то лайкните. Ну, это, видимо, такой же режим, как в Кэске. Типа, у тебя есть бомба, вернее, у него есть бомба и ты должен... Кстати, вот в этом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, это что такое было-то? Не очень понимаю, почему как-то изменилось немножко управление, не было прицела. И то есть я на самом деле сейчас потерялся. Ладно, давайте поднаблюдаем за другими. Это консольчики, это нормально. Вот, кстати, в этой карте почему-то игра выглядит чуть хуже, чем в той карте. Я не знаю, как это так случилось, но вот почувствовал, кажется, именно так. Блин, фигово то, что не показывают повтора, потому что я не понимаю, как вот они убивают, как убивают их. И было бы прикольно посмотреть и, может быть, даже поучиться. Так, ладно. Единственное, я не понимаю, почему здесь нету прицела. Потому что от бедра здесь стрелять крайне сложно. Плюс здесь нету спринта. Что очень странно, тупо. Ой-ой-ой-ой-ой. Но стрелять здесь намного тяжелее, чем в том режиме. Опять же, какие кардинальные разные режимы. Ой-ой-ой-ой-ой, надо разбирать чуваков. Блин. И граната мне не помогла. Вот почему-то граната здесь вылетает крайне долго. Я вот нажимаю, он берет ее, потом только кидает. То есть нету такого чик-чик-пум. Это фигово. Главное, мы вроде как троих разобрали тоже. Тоже нормально. Да не, на самом деле, вот глядя на эту игру, я бы назвал ее кс-кой. Если бы я не шарил в играх вообще, я бы назвал ее кс-кой. Единственное, что мне пока, кстати, не нравится в этой игре, это то, что разработ... Ну, убивай его, убивай его, вот он, вот он, консольщик. Молодец. Еще один, еще один, еще один. Это все, это все. Так вот, что мне не нравится в этой игре, так это прицел. То есть он сделан на манеру ПК, вот эти вот, так скажем... Вот, 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 вот попал немножко. На манеру ПК именно крестиком, видите, да? Здесь нет какого-либо кружочка, именно специализированного прицела под консоли. Это как, вот, знаете, если вы поиграете в кс-ку на ПК и в кс-ку на 360, там вы заметите разницу в этом прицеле. А здесь... БЛИН! Да как он меня убил так, ну-ка? Блин, мне не повторить посмотреть. Фигово. Вот и этим мне не нравится, потому что ты не очень понимаешь траекторию, Куда ты стреляешь, куда попадешь И считаю, что вот такие прицелы И такой разброс, ну, нужен только для ПК Консоли это не про это Как он его убил? Сейчас его убью прям в голову со снайпой Просто гадаю на картах Блин, вот стреляю в голову Да блин, да как? Вообще не понимаю Просто бум, какая-то пуля и все, я умер Ладно, вот это было жестко Ой, господи Ладно, раунд МВП Да Как по мне, вот эта заставочка, она лишняя То есть можно было просто как в КСке огласить Типа это вот последний раунд и так далее Но Чтоб как-то на этом капец как акцентировать Внимание, показывать какую-то бессмысленную заставку Это не очень Я знаю, парни, я солью, простите, но Вот блин, вот тупой прицел Господи Ну, по-другому быть не могло Вот серьезно, просто не могло быть Потому что он был на снайпе Я был не на снайпе В общем, давайте сделаем некий вывод об этой игре В целом она неплохая Но я пока не вижу того, чем она может зацепить простого игрока Который, например, играл в ту же Call of Duty Графон здесь лучше, чем Warface Не скажу, что он намного лучше Но играть, так скажем, более-менее нормально Я, кстати, врубал эту игру на 4К телеке На фатке и... Она выглядит супер мыльно На 1080 еще более-менее Что касаемо чувства игры Вот именно управление под геймпад Если честно, управление оставляет желать лучшего Да, играть можно, но не идеально Потому что когда ты используешь прицел Чтобы к кому-нибудь там попасть Это сделать очень трудно Очень трудно контролировать отдачу Да, может быть, конечно, можно покопаться в настройках И сделать что-то лучше Но я чувствую по механике игры Что вряд ли это можно сделать Очень понравилось в этой игре то, что прицел Он под манеру ПК И именно вот этот крестик Ты не понимаешь, куда улетит сейчас пуля Ты не понимаешь, что ты сейчас выстрелишь ровно в голову И как бы с этим у меня вопрос Почему вы не можете сделать, например, для консольной версии Немножко другой прицел Чтобы игрокам было намного комфортнее играть Потому что если вы, опять же, заметите в КСке Там в КСке делали такой прицел А на ПК вот такой То есть как-то в этом мне не очень понятно Что касаемо режима В первый режим, который играл Вот именно вот этот Он еще более-менее идет Почему? Потому что там есть прицел Там есть спринт И то есть как бы играется более-менее лайтовенько Как в тот же Warface Но вот этот классический режим Это что-то нечто Это вам просто сунули КСку Вот реально КСка И стрелять от бедра Еще на геймпаде Ну, лично мне очень тяжело И как бы не очень понятно Очень интересно Имеет ли эта игра Поддержку клавиатуры и мыши Просто если она имеет все-таки Поддержку клавиатуры и мыши То она, по сути, сделана Больше для ПК, чем для консолей И подключать клавиатуры и мыши Чтобы поиграть и тащить в этой игре Я, ну, не знаю Зачем это вообще делать А так, в целом Опять же, повторюсь Для фри-то-плейного проекта Игруха сойдет Но чтобы как-то перевести игрока С той же Modern Warfare Да, Call of Duty Я не увидел ничего такого Вот, в принципе, такое вот мнение Если вам понравился видос То ставь лайк Подписывайся на канал Обязательно пиши свое мнение В комментариях И большое спасибо за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok